Приветствую вас! Прочитал вопрос и хотел бы ответить вам на него. Ну, во-первых, знаете как? Вот то, что вы помогаете своей дочери решить ее проблемы, это здорово. Но, знаете, опасная штука, можете навредить, можете сделать что-то еще хуже своей дочери. Вот вы говорите, потому что она как бы стыдится обращаться, думается справиться сама. Вот вы знаете, если я правильно вас понял, она закончила университет, да, то есть она уже взрослый человек, вроде как работает, вроде как уже полностью самостоятельный субъект, да, член общества. Но при этом стыдится обращаться к нам сюда на ресурс, задать бесплатный вопрос, где она бы описала проблему, которая ее волнует. Странно. Вы почитаете вопросы, которые задают иногда на нашем ресурсе, и что-то там люди не стыдятся, что-то там люди не зашумаются. Почему? Да потому что человек понимает, что его беспокоить может все, что угодно, и не знает никогда, что именно происходит. Не знает никогда, что именно тебя беспокоит. Но если кто-то беспокоит, с этим надо обращаться. Поэтому, вы знаете, вот прямо сходу я могу вам сказать, что у вашей дочери проблема, потому что она стыдится. И вот эта вот стыдливость, это непринятие себя, непринятие своих проблем, непринятие своих конфликтов. И это, в общем-то, наверное, большая, большая проблема. Потому что если человек не принимает себя, если он стыдится, то, наверное, он не может принять и других людей. Наверное, такому человеку сложно устраивать взаимоотношения с другими людьми. И именно поэтому, вероятно, она так и переживает, что она слишком скромная, что она слишком привязывается к людям, что она иногда не может проявить жесткость, иногда не может проявить напористость, иногда не может проявить немножко наглости. А это все нужно делать. И самое главное, что человек, который стыдится и не принимает себя, он не доверяет себе, он не до конца себе доверяет. А если этого не происходит, то есть не происходит доверия, не происходит полноценного доверия к себе, то вот тогда, к сожалению, вникает сбои в защите своих интересов. Если происходит сбои в защите своих интересов, то этими сбоями пользуются другие люди. И вот это вам нужно вашей дочери донести, что дело здесь не в ее подругах. Дело здесь не в том, кто сколько лет общался, кто сколько лет дружил и так далее. Дело здесь немножко в другом. Дело в том, что если обратиться в прошлое, то ваша дочь, она занимала определенную позицию в этих самых отношениях. Ну, я имею в виду в отношениях с подругами. И у нее была, ну так скажем, определенная роль. Да? У нее была определенная роль, она эту определенную роль выполняла, и все было хорошо. Она была удобна. А потом что-то изменилось. Точнее, знаете как? Итак, изменилось отношение от подруг к вашей дочери. А сама дочь, она осталась той же самой. И мне будет это сделать, чтобы вы рассказали, что это были для подружки. Какие были отношения у вашей дочери с ними. Как они вообще устраивали контакт между собой. Именно там, в этих контактах, в ролях, и кроется ответ на вопрос, почему так все случилось. Я уверен, что если к этому присмотреться, как следует, то найти причины, по которым девочки оставили вашу дочь, труда не застали совершенно. Это вот первый момент. Второй момент. Как я понял, волнует вас и дочь то, что подруги договорились о встрече, да, договорились о поездке куда-то, но при этом сделали все так, что вашу дочь не пригласили. Вопрос почему? А потому что она им неинтересна. Знаете, ваша дочь неинтересна своим подругам. Да, четыре года дружили. Конечно. Но простите, что это было за четыре года? Что это было за дружба? Какая она была? На чем она основывалась, эта самая дружба? Вот, если мы говорим про интерес, если мы говорим про отношения, это одно. Если мы говорим про взаимовыручку, взаимоподдержку, равноправное положение, это немножко другое. И я надеюсь, что вы со мной с этим согласитесь. Так вот, почему я все это веду? А к тому, что наша дочь просто стала неудобной подругам. И так бывает, что в процессе общения, в процессе дружбы, в процессе взаимодействия, люди отдаляются друг от друга. Это вот у вас есть стереотип, что обычные институтские друзья как-то остаются. Это не так. Не все друзья остаются. И что самое главное, не все друзья изначально являлись друзьями. Если ваша дочь думал, что ее друзья, это друзья, вот так возможно и было за поры до временем. Но на самом деле никто никого не кидал. И полагаю, эти люди были с вашей дочерью до тех пор, пока им было удобно. Это вот основной критерий. С вашей дочерью удобно, но защищала ли она свои интересы при своих друзьях? Какое у нее было положение при ее друзьях? Большой вопрос, на который нужно найти ответ. Почему две девочки ее кинули? Не было никакого кидания, просто появилась реализация своих интересов, интересов и все. Знаете, кинули бы ее только в том случае, если бы вот кинули, да, а потом начали бы изменяться, говорить, мол, вот ты там прости, вот мы там не хотели, мы там думали, думали там о всем другом и так далее. Это да, это и есть предательство. Здесь, как вы видите сами, ни о каком предательстве, как таковом, речь вообще не идет. Не в предательстве дело, а в интересах. Именно в интересах все дело, понимаете. Вашим, точнее, подругам, подругам вашей дочери просто-напросто больше не комфортно, больше не интересно находиться с, собственно говоря, на равных условиях, на равных позициях. И вина здесь ни в коем случае не вошедет. Вообще, это очень плохо, что вы ищете вот вину, потому что виноватые есть в каких-то ситуациях, ну, далеко не всегда, это вот тоже нужно понимать, что виноватые есть далеко не у вас в всех типах отношения. И нужно этот момент вам учитывать. Далее, вы пишите, я ей объясняю. А, значит, вот вы спрашиваете, объясните психологию людей, если это возможно, спасибо. И как вести себя моей дочери. А вашей дочери нужно спросить своих подруг, прям, о том, почему это произошло. Вот просто спросите. Ну, вот так, так. Вот, дорогие, вот почему вы не пригласили меня? Послушайте, что они ей скажут. И вот уже исходя из этого, пусть она и делает вывод. Понимаете? Уверен, обратная связь вашей дочери не помешает ни в коем случае. Я думаю, что, скорее, даже наоборот, только поможет ей. Но вот эта вот стыдливость, о которой вы говорите, и которая есть у вашей дочери, вот это вот очень плохо. И это вообще является самой серьезной, на мой взгляд, проблемой, потому что именно стыдливость, скорее всего, является той причиной, по которой ваша дочь испытывает вот те самые проблемы, которые у нее есть сейчас. И самым лучшим вариантом для вашей дочери будет обратиться все-таки к психологу лично и поработать с ним именно над своей, собственно, стыдливостью, чтобы она ей больше не мешала. Вам же я хочу рассказать следующее. Объясните своей дочери, что свои собственные проблемы, которые у нее есть, с друзьями, с молодыми людьми и так далее, она должна решать сама. С вами обсуждать, что, безусловно, можно, но с изрядной долей условности, с изрядной долей отстраненности и вовлечения, и с четким пониманием того, что вы ей не помоните, вы не должны ей помогать. То, что вы можете сделать по факту, реально, это только выключить ее и дать какую-то обратную связь. По большому счету, все. Больше вы делать ничего не должны. Именно не должны. Понимаете? Вы не должны больше ничего делать. Если вы что-то делаете, если вы даете ей обратную связь через шур, то ваша дочь привыкает. Привыкает обращаться к вам. И привыкая обращаться к вам, дочь отучается, к сожалению, самостоятельно решать свои проблемы. Это не есть хорошо. И, как это не печально может быть для вас случить, но, давая ей обратную связь, стараясь решить с ней ее проблемы, вы тем самым потакаете ей в образовании у нее стыдливости. Понимаете? Стыдливость – это принятие себя. Принятие себя – это доверие себе. Ваша друг-дочь себе не доверяет. И у этого, поверьте мне, есть свои причины. Какие причины можно, конечно, только гадать. Но тот факт, что они есть, я полагаю, безусловно. Значит, еще раз. По поводу поведения подруг. Это измененные приоритеты. Их стоит, грубо говоря, подругам просто неинтересно больше. Стало с ней поддерживать контакт, поддерживать связь. Подруги просто-напросто проявили свое отношение к ней, скажем так, более откровенное, более истинное, если угодно. И ваша дочка, скорее всего, оказалась просто не готова к тому, что она увидит. Ваша дочь оказалась просто не готова к тому, что... С чем ей придется столкнуться? Она-то и думала, что это ее друзья, а оказалось, что это не за всем друзья. Оказалось, что это люди, в общем-то, которые думают о себе. И вот это и есть основная проблема. Как строит ваша дочь отношения с людьми? Вот об этом я хотел бы, чтобы вы подумали. Это очень важный момент. Понимаете? Очень важный момент. Дело не в том, как эти люди и почему они себя ведут. Дело в другом. С вашей дочерью в любом случае нужно жить дальше. И выстраивать отношения с людьми. А чтобы выстраивать отношения с людьми, надо уметь это делать. А ваша дочь, получается, не умеет. Что естественно, ведь она стесняется. Так вот, и помогите ей. Скажите, дочь, или я обращаюсь к ней. Вам не нужно себя стесняться. Вам не нужно себя стесняться. Мы не сделаем ничего плохого. Ваши проблемы, это нормально, это естественно, это правильно. Это в жизни это бывает. Не нужно этого стыдиться. Нужно принимать себя, любить себя, уважать себя, тянить себя. И понимаем, что то, как относлись к вам эти люди, это следствие того, и отзеркаливание того, как вы сами относитесь к себе. Понимаете? Понимаете, в чем дело? А к вам, мама, у меня будет такая просьба. Покажите дочери, даже послушайте дочери. Это вот моя запись. Чтобы она ее послушала. И чтобы она сама себе задавала эти вопросы, которые я сказал. Но с ней об этом говорить не надо, мам. Знаете, есть вещи, о которых родителям со своими детьми лучше не разговаривают. А вам, молодая женщина, я хотел бы сказать то же самое. Что не все проблемы можно обсуждать со своей мамой. Вот, пожалуй, так, я могу ответить на ваш вопрос. Конечно, было бы лучше, если бы вы сами пригласили бы свою дочь сюда, чтобы она сама задавала вопрос. Но, поскольку вы вздаете, то, соответственно, вот такой вам ответ. На самом деле, для более глубокого и более реального анализа нужно больше информации о вашей дочери, о ее отношениях с подругом и так далее. Я желаю вам всего доброго. Надеюсь, что мой ответ помог вам. Если остались вопросы, пишите в личку. Я помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!